Включил запись. Отлично. Да, окей. Все, можно начинать. Все, хорошо. Я открываю свою. Так. Ну, продолжить. А, подожди, я тебя... Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Я сейчас все сделаю. Сейчас сделаю. Так, так. Добрый вечер. Наш разговор сегодня идет о недельном разделе Вайдханан. Это, значит, второй недельный раздел из книги Дворим. И я хочу напомнить, что и как здесь происходит. Значит, мы стоим на восточном берегу реки Иордан. И Маше выступает с последним обращением к народу Израиля. Важно запомнить, что дело происходит в 40-м году после исхода из Египта. То есть, то поколение, значит, военно обязанное старше 20 лет, которое вышло из Египта, уже полностью умерло в пустыне. Остался сам Маше, истекают последние дни его жизни. Остался Егушоа бин Нун, и остался Калиф бен Ефуне. Значит, вот три человека из числа вышедших из Египта. Все остальное поколение Израиля, которое сейчас стоит на берегу Иордана перед Маше, это либо те, кто родились в пустыне, либо те, кто, их меньшинство, понятное дело, кто вышел из Египта детьми. И если вычесть самых маленьких детей, которые, разумеется, не помнят, что происходило у горы Синай, то абсолютное большинство присутствующих здесь при выступлении Маше сами своими глазами Синай не видели. Значит, для них это далекая история, о которой рассказывали родители, о которой рассказывал сам Маше Робейну, но для них, для самих, это уже история. Ну, так же, как нам, сегодня живущим, Вторая мировая война – это история, о которой в лучшем случае слышали от родителей и читали в книжках. Поэтому то, что в этом недельном разделе Маше повторяет 10 заповедей, можно объяснить очень просто. 10 заповедей – это заповеди на все времена, и то, что вот этому новому поколению Маше повторяет содержание 10 заповедей, ну, вроде бы разумно. Хотя мы помним один из важнейших принципов понимания Торы. В Торе нет лишних слов, нет лишних выражений, нет лишних букв. Если что-то повторяется, значит, это не так просто, значит, Тора хочет нам что-то объяснить. Вот попробуем посмотреть, что Тора нам объясняет. Значит, на экране таблица, в левой колонке заповеди из недельного раздела ИТРО книги Шмот, те, которые были сказаны 10 лет назад, простите, 40 лет назад, и в правой колонке 10 заповедей из нынешнего раздела Вайдхана. Следует отметить принципиальную разницу, которая состоит в следующем. В недельном разделе ИТРО, и стенограмма происходящего тогда у нас есть в Торе, собственно, раздел ИТРО, мы все стояли и слушали речь Всевышнего. В недельном разделе Вайдханан мы стоим и слушаем речь Маше. То есть в левом столбике это как бы стенограмма произошедшего, а в правом столбике то, что пересказывает Маше. Теперь смотрим. Первая заповедь. Ну, некоторые комментаторы считают, что 10 заповедей надо разделить, надо выделить заголовок, и дальше три группы по три заповеди. Заголовок совершенно одинаковый, или будем его традиционно называть первая заповедь. «Я, Ашем, Элогим твой, который вывел тебя из страны Египет, из дома рабов, не будет у тебя Элогим других перед лицом моим». Дословно совпадение полное. Вторая заповедь. «Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под землей. Не распластывайся перед ними, и не служи им, потому что я, Ашем, Элогим твой, и ревнитель, защитывающий вину отцов, сыновьям, третьим и четвертым поколениям, для ненавидящих меня, и делающий милосердие тысячам, для любящих меня и для хранящих мецвод мои». Значит, здесь вроде бы как дословно, но на самом деле я взял несколько отредактированный перевод. Дело в том, что в главе шмот сказано «Хранящих мецвод мои». Мецватай. Мецватай. А в главе «Ваэтханан» вообще говоря, в тексте написано «Хранящих мецвод его». Мецватав. Значит, ну и это разумно, потому что Машера Бейну никаких своих мецвод для нас не устанавливал, и он должен был сказать «Хранящих мецвод его». Но тем не менее все наши мудрецы говорят так, и это одно из очень немногих мест в Торе, где, знаете, как говорят про английский язык, пишется Манчестер, читается Ливерпуль. Так вот, в тексте Торы в главе «Ваэтханан» написано «Мецватав», «Хранящих мецвод его», но мудрецы считают, что это слово надо произносить «Мецватай», «Хранящих мецвод мои». Что здесь Машер Абейну выступает не от своего имени, а только как транслятор слов Всевышнего. Поэтому по-прежнему мецват мои. Ну, примем это к сведению. Третья мецва «Не возноси имени Ашема Лагим твоего безнадобности», потому что не очистит от вины Ашем того, кто возносит имя его безнадобности. Она дословно одинакова и в разделе «Ютрое», в разделе «Вайтханами». А вот в четвертой мецве написано уже пошло расхождение. Значит, в разделе «Шмот» сказано «Помни день шаббат, чтобы выделить его». Значит, в нашем разделе сказано «Храни день шаббат, чтобы выделить его, как приказал тебе Ашем Илогим твой». Ой, надо срочно поправить. Ага. Значит, «Как приказал тебе Ашем Илогим твой». В чем разница между «Помни и храни». Причем важность этих двух выражений такова, что в знаменитом субботнем гимне Шлома Аль-Кабица сказано «Шамор вазахор бадебур эхат». То есть «Хранить и помнить в одном слове». То есть как бы вот и помнить и хранить. Ну, сейчас попробуем прочесть чуть дальше. Значит, сказано в объяснении в обосновании четвертой Митсвы сказано «Потому что шесть дней делал Ашем небо и землю, море и все, что в них, и отдыхал в день седьмой, поэтому благословил Ашем день Шаббат и выделил его». То есть заповедь, данная на горе Синай, это заповедь «Помни о сотворении мира». И выделение седьмого дня это уподобление Всевышнему. Значит, просто мы должны помнить о семи днях творения. Хорошо. Чем отличается понятие «хранить» от понятия «помнить»? Понятие «хранить» более практическое. Ну, как бы это, если вспомнить какие-то более старые времена, когда мы зарплату получали в конвертике купюрами, да, то можно было помнить день зарплаты, чтобы пойти в бухгалтерию и получить денежки. А вот получив денежки, надо было уже их хранить, чтобы не потерять. То есть, вот, помни, это более такая абстрактная вещь, а храни, это более практическая вещь. Это момент номер один. Момент номер два. Значит, сказано шесть дней работы и делай всякое ремесло твое, это одинаково, день седьмой шаббат для Ашем и Луим твоего, не делай никакого ремесла, ты и сын твой, и дочь твой, и раб твой, и рабыня твоя, и бык твой, и осел твой, и всякий скот твой, и гер твой, который в воротах твоих. Значит, ну, в разделе вэйдханан просто понятие скота несколько более расширено и связано это, очевидно, с практикой жизни вэрицисраэль. То есть, если итро, да, ситуация мы в пустыне, да, у нас есть какой-то скот, о котором мы заботимся, но когда мы приходим вэрицисраэль, то есть бык, на котором пашут, есть осел, на котором ездят, и есть всякий скот твой, крупный, мелкий и так далее. То есть, вот здесь как-то больше на практическую работу. И в разделе вэйдханан нет ни слова о сотворении мира, а здесь подчеркивается социальное значение шаббата ради того, значит, не для того, чтобы помнить о сотворении мира, а ради того, чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя, как и ты. то есть, во-первых, день отдыха, а во-вторых, день уравнивающего отдыха, когда раб твой и рабыня твоя, так же, как и ты, пользуются отдыхом. И Тора усиливает это сравнение. Помни, что рабом был ты в стране Египет и вывел тебя, Ашем, Алахим, твой оттуда рукой усиленную и мышцую простертой. Поэтому приказал тебе, Ашем, Алахим твой делать день шаббат. То есть, вот понятие храни день шаббат связано еще с понятием делать день шаббат. То есть, когда мы были в пустыне у горы Синаи и дальше, то подготовка к шаббату была очень простой. Выпадала в Йом-Шиши двойная порция мана, мы его собирали, значит, неважно, кто сколько усилий потратил на сбор мана, в любом случае у каждого оказывалась двойная порция мана, которая позволяла в субботу ничего не делать. И никаких других особенных дел на субботу не надо было устраивать. шаббат. Значит, здесь, когда мы будем жить в своей стране, то надо делать день шаббат. Что сие означает? Надо приготовить заранее еду, надо убрать заранее дом, надо приготовить субботнюю одежду. Ну, по нынешним временам надо включить шаун шаббат, чтобы зажегся свет и так далее. То есть, вот это хранение дня субботнего это практическая работа по деланию дня шаббат. Вот в чем разница. Шаббат в пустыне и шаббат в своей стране. Дальше. Уважай отца своего и мать свою ради того, чтобы продлились дни твои на земле, которые Ашемала им твой дает тебе. Здесь опять подчеркивается, что вот это правильное отношение между поколениями, почитание родителей, уважение к ним, так сказать, вот забота о них и так далее, имеет социальное значение. Чтобы было хорошо тебе на земле, которую Ашемала им твой дает тебе. Чтобы было хорошо тебе. Дальше. Ну, вот здесь я выделил каждую заповедь отдельно. На самом деле, там есть небольшая хитрость. Значит, в главе Итро написано «Не убивай, запятая, не прелюбодействуй, запятая, не кради, запятая, не отвечай против ближнего твоего свидетелем ложным». А в нашем разделе написано так «Не убивай и не прелюбодействуй, и не кради, и не отвечай против ближнего твоего свидетелем ложным, и не выжилай жены ближнего твоего» и так далее. В чем разница? В союзе «и». И мудрецы наши говорят так, что до истории с золотым теленком, если человек совершал какое-то нарушение, я не знаю, увидел красивую женщину и нарушил седьмую заповедь или что-то еще, то это было одиночное нарушение, вот это он нарушил. А после истории с золотым теленком ситуация изменилась, и одно нарушение тащит за собой другое. И обычно если человек что-то нарушает, то таких нарушений у него сразу будет несколько и в общем много. И вот на это намекает союз «и». Наконец, десятая заповедь «Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, раба его и рабыни его, и быка его и ослаиваю всего, что у ближнего твоего». Значит, это было в разделе «Итро», а в нашем разделе немножко по-другому. Тут сказано, начинается «Не возжелай жены ближнего твоего, и не возжелай дома ближнего твоего». Дело в том, что в Эриц Исраэль половой инстинкт действует гораздо сильнее, чем он действовал в пустыне. Ну, не случайно Израиль сейчас среди развитых стран, среди золотого миллиарда на первом месте по рождаемости. вот у нас детей в семьях много, вот дети желанные, все вот так. И для того, чтобы этот инстинкт не переходил через положенные законом рамки, вот это вот не возжелай жены ближнего твоего стоит на первом месте. И кроме того, добавляется еще один момент в нашем разделе Вайтханан сказано «не возжелай дома ближнего твоего поля его и раба его». Далее по тексту. Значит, добавляется слово поле. В чем смысл? Дело в том, что, ну, понятно, в пустыне поле было неактуально. Поэтому говорить о поле у горы Синай и следующие 40 лет, ну, наверное, бессмысленно. Мы получали МАН, не занимаясь сельскохозяйственной деятельностью. В Эриц Исраэль поле актуально, поэтому его надо обозначить. Но я обращаю ваше внимание, понимаете, ведь есть фраза «всего, что у ближнего твоего». То есть не надо завидовать мебели ближнего, одежде ближнего, украшению, оружию и так далее, и так далее. Рассказано «всего, что у ближнего твоего». Может быть, этого достаточно. Но Тора специально оговаривает поле. Не просто потому, что поле то, что появилось в Эриц Исраэль, но еще и потому, что поле это то, что в наименьшей степени связано с самим человеком. Понятно, что дом это то место, где ближний живет, и раб его, который рядом с ним, и рабыня, его скот и так далее. Поле может находиться довольно далеко от дома. Если это богатый человек, то он может даже сам очень редко посещать свое поле. Вообще не посещать, там могут работать его наемные работники, рабы, батраки и так далее. Он просто получает урожай с этого поля и все. То есть как бы связь поля и его владельца, она наиболее слабая. И тем не менее, поле принадлежит своему владельцу, и поле не может быть объектом возжелания, вожделения. Таким образом, Тора охватывает как бы весь спектр возможных имущественных владений ближнего твоего. и в этом смысле фраза и всего, что у ближнего твоего, она просто заполняет вот этот промежуток между наиболее близким к нему дом и жена и наиболее далеким поле, которое может быть где-то надши. Вот собственно 10 заповедей, которые Маше Робейну повторил перед нами. И я хочу отметить еще один важный момент. Есть такая заповедь собирания общины Израиля. значит раз в семь лет в последний день праздника Суккот собирается вся община Израиля Кахаль собирается весь народ выходит царь Израиля и читает отрывок из Торы. он читает разумеется не всю Тору. Он читает от начала книги Дворим до вот этих вот девяти заповедей раздела Ваэтханан. И смысл этой заповеди в том, что значит вот начало книги Дворим вот вы стоите да значит и вот весь народ Израиля снова стоит причем все от мала до велика включая детей и изложение вот этих десяти заповедей является символом продолжения завета со Всевышним на все поколения. Вот спасибо за внимание. Юра спасибо господа и дамы кто-то что-то хочет сказать спросить давайте я добавлю чуть-чуть пожалуйста значит насчет десяти заповедей тут они конечно знали поскольку они учились учились старе и разница заключается в том что там их учили их учителя их родители старейшины школы которые организовывали а здесь звучит в словах Моше уже непосредственно после того что ИТРО сказал как надо вести социальные разделить людей чтобы легче было с ними справляться с тех пор он непосредственно сам не учил а учили те кто учились у Моше которые знали эти десять заповедей теперь то что касается хранения шаббата тоже скажу это все одно к тому же то же самому это тоже хранить это заповедь соблюдать это значит тот кто сам соблюдает шаббат а хранить это значит дать эту заповедь своим детям чтобы они продолжали этот шаббат делать и тогда будет непрерывно случайно сразу после этого идет заповедь уважения к родителям, поскольку это не просто родители, родственные отношения, а это отношения еще и связанные с неучителями, это везде подчеркивается, в наших маленьких тоже, и мать, и отец, они учат ребенка, и этим проявляется как бы связь и любовь к всевышним уважениям к родителям, просто как бы, как нам кажется, сейчас такой вот этикет, это более серьезная вещь. И наконец, то, что касается Митцвот, Митцвата и Митцвата, я думаю, это уже мое личное такое соображение, что здесь как бы Моше, поскольку он получил не только письменную Тору, но и всю устную Тору, он непосредственно учил, вот Иллис Торешник, когда он сам учил весь наук Израиля, то здесь речь идет о всех тех заповедях, которые им передал Моше, а не только которые они найдут написанными, как его заповеди, так сказать, в Торе, да, здесь еще устная Тора. Я думаю, что таким образом, когда, Митцвата называется, что это написано так, что Моше он как бы уважает, конечно, всевышнего, любит всевышнего и все такое, он говорит как бы от всевышнего, а мудрецы говорят о том, кто, значит, передал им себе устную Тору, поэтому это дал Моше, и на этом этапе как бы было уже более, больше заповедей, более конкретных этих заповедей. Вот получилось, что все это связано с учением, с обучением, с передачей традиций, в момент, который я хотел отметить. Можно у меня тот же вопрос? Да, алло? Да, да, говорите. Да, доктор Ури, скажите, пожалуйста, вот я примерно могу себе представить, что значит выполнить заповедь за хор, но при этом не выполнить Чамор. А вот как можно наоборот? Ну вот, допустим, в наших современных условиях вот просто примерно привести пример, если это можно. Невозможно. Прежде чем хранить, надо помнить, что ты хранишь. Ну, как в том примере с зарплатой, да, прежде чем ее хранить, надо все-таки вспомнить, что надо пойти в бухгалтерию и получить. А если ты этого не вспомнил, что ты будешь хранить? Понятно, спасибо. Вот, это мне очень нравится фраза Рава Гитика, что если вы знаете, но не исполняете, нет, если вы не знаете, но исполняете, то что вы исполняете? А если вы знаете и не исполняете, то, по-моему, вы ничего не знаете. Хорошо сказано, спасибо. Да. Ну что, переходим ко второй части? Натан. Алло, Натан? Не слышно, Натан. А сейчас слышно? Сейчас слышно. А, это значит, что с наушниками мне их дали. Ну, не важно, сейчас нормально слышно и видно? Прекрасно слышно и видно. А, ну хорошо. Могут быть, да, я хотел сказать, извиняюсь за некоторый внешний вид такой, вот, цивильный. Почему? Потому что я сказал, что Израиль вышел как бы на летние каникулы. Вот, Чешабаб закончился. Я нахожусь в роскошном месте, которое называется Хуршат-Талет, на самом севере, практически на границе с Ливаном. Ну, не совсем граница, сколько-то, я не знаю, километров, наверное, 30-40 до Кириашмоны. Роскошное, зеленое место большое, все ручьи и все, вода, народ отдыхает. В общем, совершенно потрясающее место. Вот, я нахожусь в некотором бунгало, такое называется бунгало, вот, деревянное. Вот, могут быть некоторые голоса, это как бы народ в округе, но я надеюсь, что они как бы не сильно помешают. А теперь переходим к делу, да? Я продолжаю, вот, по книге такой очень интересной. Нахама сказала, по-моему, в прошлом, что это книга для детей и юнош, что так это называлось, вот, про Пераотлы Тора. Вот, меня они очень понравились, и я, как бы, продолжаю. Это сборник таких медрашей, медрашей Хазаль называется, вот, сборник медрашей мудрецов на тему недельного раздела, по, как бы, отдельным фразам-кусочкам. Опять же, вот, мое ощущение такое просто, как будто это освещается фонариком, такие аванимья корот, ценные камни или яолумим, как бы, бриллианты, которые разбросаны, которые, как бы, все время, как мне кажется, так очень хорошо подсвечивают и, как бы, проявляют вот еврейскую мысль. На самом деле, как бы, заостряются на таких моментах, которые зачастую проходишь, и, в общем, даже на том, что уже зачастую известно, тем не менее, подчеркивают, да? Значит, если кто-то захочет, прервать и что-то такое сказать, пожалуйста, неведомо это говорите, поскольку у нас обсуждение и все такое. Значит, по началу, вот, с самого начала нашего недельного раздела, где сказано, по первой фразе, да, «Вайтханан эляшем беет аи лэмор», да, «И я умолял Всевышнего в это время беет аи, да, говоря». Спрашивается, а что же именно говорил Муше? Вот это такое интересное. Сейчас у нас будет медрашим, то есть это не пшат, это, как бы, может быть, не прямой смысл, то, что не напрямую следует из текста Торы, а такие более символические, образные, может быть, комментарии, пояснения, которые показывают нам, как в глазах мудрецов рисуются, ну, вот, образы основных героев. Итак, вот есть такой некоторый пересказ. Они, по-моему, все время построены таким образом, что берется фраза, а дальше она как будто раскрывается, говорится, на самом деле, эта фраза, она представляет вот такой диалог, сценку, не знаю, скажите, театр или сюжет, который на самом деле имел место быть или мог, мог бы происходить. Вот какая сценка, как бы, здесь. Сценка такая. Муше сказал Лефанав перед Всевышним. Ребой нашел ойлом, да, владыка миров, говорит, как же так? Вот отсмотавши ли Йосеф нехнасотлы арец? Останки или кости Йосефа, да, вне Израэль они пронесли, вынесли из Египта, пронесли, видимо, вообще странственное время Египта. И вносят их в землю Израиля, а я не вхожу. То есть, как бы, несправедливо, почему? А тогда Всевышний ему ответил. Дальше идет вот очень интересное такое, как бы, объяснение, почему. Почему Йосеф, да, удостоился, а Муше не удостоился. И, как бы, как бы Всевышний отвечает Муше Рабын и говорит, тот, кто упоминал, либо был упомянут в связи с землей Израиля, да, тот будет похоронен в земле Израиля. А тот, кто не был упомянут в связи с землей Израиля, тот не удостоится. И о чем это имеет смысл? На что намекается? А намекается вот на что. Йосеф, да, он, да, был упомянут в отношении земли Израиля. Когда Сарам Ашкин, известная история, когда он был в тюрьме, да, в тюрьме, вот этой вот в яме, и там он сидел, Сарам Ашкин, и сидел, значит, тот, кто отвечал за виночерпи, а второй за хлеба, да. И вот Сарам Ашкин, который отвечал за виночерпи, да, он, говоря фараону, помните эту историю, да, там фараону пристал из них для сны, он мучился, не мог их понять. И тогда виночерпи, которому, как бы, предсказал Йосеф, что он вернется, и он был вернут, он фараону сказал, да, он ему сказал, потому что я был, да, Йосеф так себя представляет Сарам Ашкин, он ему говорит, я был выкраден из земли евреев, и поэтому он удостоился быть похоронен в шхеме. Это, как бы, исследуется книги Яшуа, что он похоронен в шхеме. А ты, который, да, не был упомянут в связи со землей Израиля, откуда это видно? А это видно, когда дочерь Йитро, которые встретили его у колодца Моше, да, они его, как бы, представляют своему отцу и говорят, и Шмитсри, и Целану, и так дальше. Египтянин нас спас. И не упоминают Моше в связи с землей Израиля. И поэтому ты не будешь удостоен. Опять же, повторяю, понятно, что это не пшат, это не, как бы, ну, как бы прямое следствие, это не прямой смысл. Но, тем не менее, вот такие, на мой взгляд, очень интересные, красивые мидраши. Теперь дальше. Следующий. Сказано. Моше просит Всевышнего, и как он говорит, Допусти мне или позволь мне пройти, перейти, чтобы я увидел землю, говорит, землю хорошую. И вот мидраш спрашивает вещь, которая, как бы, на первый взгляд, она, как бы, может быть, и не приходит на ум, да, что означает землю хорошую. И тогда говорит Дараш Раби Симлай, что он говорит? А что так, Моше, вообще захотел в землю Израиля? А что он так вообще хотел? Когда он говорит, что Эротс Тува, хорошая земля, то есть, что значит хорошая земля? Благородная земля. И спрашивает. Он что так уж хотел, как бы, есть вообще от продуктов, от плодов этой земли? Что хотел, как бы, наслаждаться вообще туком этой земли? Зачем? Почему? А, нет, отвечает. Нет, конечно же. Думаешь, а надо не так. А как надо думать? А потому что, сказал Моше, есть много митцвод, да, которые были заповеданы Израилю, и они могут быть осуществлены только в земле Израиля. И поэтому позволь мне войти в землю Израиля для того, чтобы их исполнять. Вот такой красивый еще один мидраж. Еще один, тоже, мне кажется, очень красивый, да? Очень красивый. Тоже, наверное, на этот же пасук. Позволь мне перейти и посмотреть эту землю хорошую. И врана, вире, это эра, цатува. Смотрите, какая интересная штука. Как говорится, вот есть две вещи, но вещи, плохо сказать, два приказа, которые приказал Всевышний, которые приказал Всевышний. Значит, один, это был, или указ, скажите, как угодно. Один был по поводу Израиля, то есть народа Израиля, а один был по поводу Моше. Значит, по поводу Израиля было сказано, когда они... Была история с поклонением Золотому улице Тельцу, Всевышний сказал Моше. Отойди от меня, или как бы вообще отвали от меня, грубо говоря, уйди от меня, и я их уничтожу. Один сказал, а второй приказ был по поводу Моше. Моше, когда, естественно, ходил, то есть неестественно, то, что мы сейчас разбираем, когда Моше просил войти в землю Израиля, ему Всевышний сказал, ты в землю не перейдешь. Вот говорят, что было как бы два этих приказания, или два указа. Один по поводу Израиля, второй по поводу Моше Рабейна. Значит, дальше развивается, какая линия. Моше просил аннулировать эту ксиру, а именно плохое постановление или наказание по поводу Израиля. И когда второй раз снова согрешили во время разведчиков, Мераглим, Моше произнес знаменитые слова, просьбы за Израиль, которые вообще вошли в наш седур, в нашу молитву, в качестве стандартного варианта, каким образом просят. Это повторяется в Слихот, повторяется в Йом-Кипур, повторяется, когда в Тфилот, связанных с постами, в Киша-Бааф, говорит, он сказал, Прости за грехи народа этого, исходя из Годельхаздеха, из того огромного милосердия, которое есть у тебя. То есть ты настолько милосерден, у тебя столько милосердия, что ты можешь это простить. Да? И тогда действительно вот эта вот ксира, а именно плохой, злой, ужасный указ, который указал Всевышний по поводу народа. Молитва Мошэ Рабейну Иткайма, то есть она имела позитивный результат, и Всевышний ему сказал, Салахки Кедвареха. И это тоже то, что входит вообще говоря в снеход и покаянные молитвы, когда говорится, Салахки Кедвареха, да? А именно, я простил, прощу, по слову твоему. То есть как бы вот из этих двух зерот, которые были, по поводу Израиля, да, была как бы выполнена и прощена. А теперь дальше, что же касается про Мошэ Рабейну, почему это не, почему это как бы не отменилось. Это интересное развитие какое. И, исходя из того, что Мошэ Рабейн хотел войти в землю Израиля, да, он взмолился, сказал, Эвра, Навэ Рэ, это Аэра Цатува, дай мне войти, перейти, да, перейти через Яордан и увидеть эту землю хорошую. На что ему сказал Всевышний? Мошэ, опять у нас как будто есть диалог, да, вот мудрецы как бы распахивают перед нами или как бы расписывают, вот как будто происходит некоторый диалог. Всевышний говорит Мошэ, Мошэ, квербитальте этшели вакиямте этшелха. Это что означает? Я один раз уже отменил свое вакиямте этшелха и осуществил твое, то есть мое, то, что я сказал, что я уничтожу, я отменил, а твое, то, что я попросил, я выполнил. Я сказал вэашмедэм, я их уничтожу, а ты меня попросил и сказал слахна, прости. И осуществилось твое, и что, теперь ты тоже просишь, чтобы осуществилось твое и аннулилось мое, и говорит ему, нет, вот есть такое выражение на иврите, слахосы, это хэвэль, бешнец дадим, как бы держать, по-русски, по-моему, такого выражения нету, скажите, если оно есть, держать веревку с двух сторон, то есть как бы это то, что делать нельзя, если ты хочешь тянуть, то ты как бы тянешь за одну сторону, невозможно тянуть веревку за две стороны, и он ему говорит, а там целы и хоста хэвэль бешнец дадим, бешнец рашим, ты хочешь схватить веревку как бы с двух сторон и тянуть в две стороны, такого не может быть, И говорит ему, если ты просишь меня, пропусти меня, дай мне пройти, тогда аннулируй, прости их, а если ты хочешь, чтобы осуществилась слахла, то есть простить, тогда аннулируй, и перейду я. И тогда вот очень потрясающая фраза, смотрите, как мудрецы распахивают, я не знаю, жалюзи или декорации, показывают нам вот этот мини-спектакль, если так можно сказать, эту сцену. И говорят, когда Моше это услышал, он сказал Лефанав перед Всевышним. Вот дальше написано потрясающе, если написано, ямут Моше умея каюце бо. Лучше пускай погибнет Моше из то таких, как он, вылоки назек цепорно шелихат Мейсраэль. И как бы, ну, не знаю, цепорно вообще это ноготь, да, и не повредится ноготь один из, от Мейсраэль, то есть как бы ни одного волоса с головы Мейсраэль не упадет. То есть как бы Моше Робейну настолько, наверное, джентльмен, да, настолько даже невеликодушный, как бы по этому Мейсраэль он настолько любит Мейсраэль, да, что он как бы отказывается, говорит, лучше пускай погибнут сотни таких, как Моше, но Мейсраэль по поводу них это не отменится, и это останется на все поколения, да. Окей, еще один, еще один, скажу, мне кажется, тоже очень красивый, интересный, да. В третьей главе, в 26-м пускайке сказано, пересказывает Моше и говорит, Вайомар Ашем Элай, и сказал мне Ашем. Равлыха, вот очень интересное слово, которое, то есть не слово, а слово-сочетание. Дословно, это что-то типа хватит, достаточно, что-то близкое к тому, что по-английски говорится enough. Хватит. Аль то сив давар элай от бедавара зе. Больше не добавляй ничего по этому поводу. Прекрати со мной говорить на эту тему. Вот как бы такая идея. Смотрите, какой интересный медраж, и как они, вот это по-прямому смысле, то, что равлыха, хватит. Смотрите, вот это слово равлыха, если вы помните, у меня сейчас как бы по ассоциации, это то, что говорит Моше по поводу восстания Кораха. Он говорит, равлыхэм бнэйлеви. Хватит вам, вам недостаточно, сколько вы как бы получили. Вот как бы здесь по прямому смыслу это то же самое. Говорит равлыха. Ему он сказал акадыш барау. Совсем с другой стороны. Вот здесь это действительно похоже на то, как сказал Моше, как Моше, как Моше, сказал бнэйкят. Хватит вам. Как будто опять есть некий разговор. Говорит, говорит, Всевышний говорит Моше. Иматанутэляколь. Если ты берешь себе все, ты ничего не оставляешь своему ученику Йошуа. И дальше перечисляются как бы все великие заводи, которые есть у Моше. Что он сделал? Гальтет Исраэль Минесраэм. Ты спас, вывел Исраэль из Минесраэма. Ингата, инакта, байям. То есть ты руководил или провел все рассечение Черемным морем. Красным морем. В иураталай эман. И как бы через тебя они получили эман. И Тору получили. И 40 лет ты их водил по пустыне. И теперь в дополнение ты еще просишь, чтобы ты их как бы ввел в землю Израиля. И она там и не ехала Йошуа. Ну, ты Йошуа не оставляешь ничего. Тогда тоже интересно развитие событий. А Моше говорит. Хорошо, говорит Моше. Пускай Йошуа, он ведет их в землю Израиля. И пускай он разделит землю между швати, между коленами. Говорит. Вы они, них нас и моем, ке поган. Ке поган, кстати, написано ке диот. Идиот означает как обычный. А я войду как просто, как обычный, как обычный смертный, скажем так. А Всевышний ему сказал. Интересное тоже развитие, да? Всевышний ему говорит. Опять это слово раф. Переворозится с другой стороны. Он говорит. Раф улыха. Он говорит. Он что, ты хочешь, чтобы Йошуа стал рабом по отношению к тебе? То есть, грубо говоря, чтобы он стал, чтобы он был выше тебя? Он был твоим начальником? То есть, как совсем другое понимание слова раф улыха. Как будто говорит. Такое вообще может быть, что Йошуа, твой ученик, он станет как бы вождем. И он станет предводителем. И будет ситуация такая, что Йошуа будет сидеть и будет как бы возвышаться и учить весь Израиль. И будет их, ну хорошо, как бы учить, наставлять. И ты будешь сидеть как простой, как бы смертный, как один из Израилей. И слушать такого не нужно. Вот тоже очень интересно. Еще один медраж расскажу. И может быть, на этом сегодня закончим. Суд же очень красивый. Сказано в 4 главе, во 2 стихе сказано. «Лотос сифу альдавар ашарену химит савет хэм». «Не добавляйте ничего к тому, что я вам заповедую». Вот интересный приводит пример, как это можно видеть, откуда это видно. «Не добавляйте ничего, не добавляйте». И вот такой пример. Учили наши мудрецы, когда Коэн выходит, написано к Духану, когда Коэн или Коаним выходит благословлять народ. Вы знаете, что есть специальная заповедь Коаним – благословлять народ. В синагоге, в молитве, в шахрите, в Минхе, выходит Коаним. Они благословляют народ таким специальным образом, каким это образом было заповедано. Ну и как бы возникает такой вопрос. Что если бы не было этой заповеди, что если бы Тора не сказала, ничего не добавлять, то по идее Коэн вполне мог подумать. И добавить что-то из себя. Например, он мог бы вместо стандартных фраз, которые говорится, три фразы, которые говорится, кстати говоря, Коэн говорит по диктовку ведущего молитву. Даша Лех Цибур, по диктовку говорит. Он мог добавить что-то из себя. Например, Господь, Бог отцов наших, добавит вам, так и так, еще в тысячу раз больше. И тем не менее, Талмуд, то есть традиция, говорит, не добавляйте ничего. Как сказано, так будете говорить. Ну вот, скажем, на сегодня я бы хотел на этом закончить. Буквально вот эти вот Мидрашим, которые я хотел рассказать. На самом деле здесь на каждый недельный раздел целый, как бы, такой особ, целая коллекция. Вот я не знаю, видно или нет. Вот такая вот замечательная книжка. Опять же, подчеркиваю, как правильно сказал Нахам, она для юношества. Ну, я вполне себя, как бы, читаю эти морки у юноши, Александр Александрович, по уровню знаний, ну, как бы, нас тоже всех, может быть. Вот мне кажется, они очень интересны и, как бы, в общем, полезны иногда так почитать, послушать и прислушаться вот к тем, действительно, таким ростом мудрости, которые рассыпают перед нами мудрецы для того, чтобы, как бы, еще понять не только, как бы, шаг простой смысл, но немножко посмотреть вообще, каким образом традиция подходила вот к тем сюжетам, которые мы рассматриваем. Окей? Хорошо. Если у кого-то есть вопросы, соображения, пожелания, вполне можете их сказать. Народ, есть вопросы, пожелания, соображения, либо мы на этом заканчиваем? Давайте я пару слов скажу, как сказать, пожалуйста. Вот, это очень интересный вопрос, почему Маше и Рон не вошли в Эрд-Сисраэль, но он очень длинный, в общем-то, его разбирать. Если коротко сказать, как бы, я уже по-своему его сформулирую, то вот, несмотря на то, что вы рассказывали, какой Маше скромный, какой он, в общем-то, жертвенный для народа, да, вот как раз в нашей главе и вообще в книге он постоянно обвиняет народ, и особенно в том, что его не пускают в Эрд-Сисраэль. Значит, конкретно сказано, я там точно не помню еще цитату, вот что, вот из-за вас, из-за ваших слов меня Всевышний теперь не пускает. Вот, ну, то, что это действительно связано с народом, то, что там, кстати, конфликт какой-то вот очень такой специфический, это видно и то, что и Рон, и Маше, они как бы, ну, в пылу, так сказать, своего, так сказать, гнева, они наговорили, значит, когда Рон, когда они пошли к скале, кстати, вот, то, значит, это было незадолго, то есть после того, что был же этот самый золотой теленок, и Рон, как бы, объясняя, чтобы себя защитить, он объясняет Маше и говорит, вот, ты же знаешь, говорит, этот народ, какой он жестокоугольный, все еще немного, они бы меня убили. Маше ему ничего такого не отвечает, да, он говорит, народ и так далее. Значит, это было со стороны Рона, а Маше, значит, когда он идет к скале, он им говорит, не вам ли строптивы из этой скалы извлечь воду, и стукнул два раза, да, то есть, они его, конечно, раздражали, это было другое поколение, они этого всего не видели, и все, и понятно, что у них были свои какие-то претензии, но я вот как бы думаю, что это можно было бы сравнить, вот такую аналогию провести, значит, я не знаю, кто-то там, может быть, лучше меня знает эту ситуацию, значит, дедушка, когда у него есть внуки, потому что эти, значит, народ Израиля, они фактически уже были внуками Маше, да, по возрасту, те, кто родились в пустыне, вот, тех действительно было мало, как сказал раньше, вот предыдущий Ронар, вот, и вот этот дедушка, когда внуки маленькие, он их очень любит, он их баует, он там покупает, что-то с ними гуляет, и хваскает, и он просто, у них души не чает, вот, но это я тоже уже немножко наблюдал, когда внуки подрастают и становятся, в общем-то, уже с ними претензиями какими-то, и могут дедушки докучать, или что-то трогать из его каких-то вещей, или что-то там, разные причины могут быть, то он уже, ему очень тяжело себя сдержать, и все, и у него нет уже сил, то есть внуки становятся более сильными и взрослыми, а дедушка все более слабый, вот, и это приводит к тому, что волей-неволей это его раздражает, вот, и здесь есть вот такой вот момент, что когда Маше, тем более, что вот он тот, кто постоянно в контакте с Всевышним, который знает, как бы его с глазу на глаз, и пронизан, пропитан весь этой святостью, излучает эту святость, и все, и когда эти дети, так сказать, в кавычках неразумные, все время какие-то претензии предъявляют, и вот, тоже так, как бывает, внук скажет, там, купи мне это, купи мне это, и все, и ничем не считается, вот, то это, несмотря ни на что, это его раздражает, и в конце концов, это был какой-то такой легитимный, но очень заковыристый такой вот экзамен для Маше и Арона, когда они пришли к скале и не убавили этой тонкости, что надо было только сказать о скале, а не ударить, и это, как бы, они провалили этот экзамен, и я думаю, это сделано именно для того, чтобы была очевидная какая-то причина, чтобы люди много не думали, вот, что раз Всевышний дал такой экзамен, они его не выдержали, значит, а с другой стороны, это показывает, что они не способны уже управляться с этим новым народом, им уже тяжело, в общем-то, и поэтому приходится, так сказать, им остаться, значит, за пределами Эрси-Сраэля, а вот Яшуа, который еще был достаточно молодой, который был близок к этому поколению, мог их с ними говорить как бы с глазу на глаз, на ты, вот он их ввел как бы уже... Да, может быть, я согласен, да, может быть, есть такая тема, что, в общем, для введения евреев в Израиль в землю Израиля, новое поколение должно быть, должен был быть новый руководитель, новой формации, это был Яшуа, да, это такая стандартная вещь, да, я согласен, такое вполне может быть, понятно, что то, что я, как бы, опять же, по-чего-то рассказываю, немножко другая вещь, там, это Медраше, это не так, Медраше, на мой взгляд, это какие-то... Нет, это тоже верно, это я совершенно согласен с этим, он не мог это... То есть, он, с одной стороны, он в душе, конечно, он их любит, и он предан абсолютно, а с другой стороны, его природа, как бы, уже она, уже другая немножко, да, то есть, он на уровне ангела, фактически, машина. Окей, да, я согласен, да, есть такая тема, это вполне, как бы, легитимная модель, и вообще, как бы, очень принято, и, наверное, она вообще достаточно близкая к простому пониманию, к шатному пониманию смысла тоже. Сто процентов. Окей. Кто-то еще что-то хочет сказать? Ну, хорошо, если народ, как бы, ну, не то чтобы безмолцует, но, во всяком случае, молчаливо согласен, давайте на этом закончим. Хорошо? Значит, спасибо всем, кто участвовал. Я надеюсь, что мы как-то продвинулись и, в общем, позанимались. Спасибо. Да, хорошо, что это было здорово. Спасибо. Я еще здесь кайфую какое-то, сколько-то времени в этом роскошном месте. Вот, жалко, что нельзя, сейчас очень темно, нельзя пройти, как бы, с телефоном и просто показать, поснимать. Очень роскошное время. С Божьей помощью приедете, посмотрите, запомните, хуршат, великолепное место. Окей? Всем счастливо, до свидания. Пока, пока. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха, Натан. Спасибо. Ага, пока, пока, пока. Пока.